Тем не менее, в Ненецком округе под влиянием массовой истерии с большой земли горожане стали закупаться впрок, опасаясь нехватки продуктов. Однако паниковать не стоит. Продовольствия на прилавках магазинов достаточно. Тему продолжит Наталья Дуркина. В настоящее время акционерное общество мясопродукты заготовили 867 тонн оленины, 112 тонн говядины, также свинины 112 тонн. Кроме того, имеется шпик и птица. По словам генерального директора предприятия Казимира Кабалоева, запас сырья как минимум на полтора года. У нас нет никакого основания для паники. Мы хорошо гарантированно обеспечиваем все потребности в продовольствии нашего населения. Собственно, предприятие является гарантом продовольственной безопасности округа. Мы отвечаем этим требованиям. Торговая сеть наша собственная работает стабильно, очень хорошо. Если дополнительно нужно будет какие-то дни торговли организовывать, мы это тоже сможем организовать. Если есть в этом необходимость. Так что нет никакого основания для паники. Что касается Ненецкой агропромышленной компании, то работа идет в обычном бесперебойном режиме. Каждый день производят около 6,5 тонн молока, которые поступают на два цеха, затем перерабатываются в молочную продукцию. В цифрах 3 тонн, но в пределах 3 тонн молока. Остальное все идет на переработку на кисломолочную продукцию, творог и масло. Коровы у нас дуются ежедневно, два раза в день. У нас нет ни выходных, ни праздников. Поэтому работает предприятие в штатном режиме. У нас есть стопроцентный запас кормов. У нас есть все необходимое, чтобы предприятие работало в штатном режиме. Цены на продукцию не взлетят. Все промышленные предприятия округа выполняют профилактические меры и соблюдают рекомендации от Роспотребнадзора. Все контракты, все договора, все выполняются. И никакой паники у нас нет. Предприятие выполняет все рекомендации, которые нам приходят от администрации, от нашего департамента. Проводятся все эти профилактические работы. Предприятие работает в штатном режиме. Молочная продукция, как поступала на прилавки наших магазинов, в наше дошкольное учреждение, школьное, так и будет поступать. Беспокойственно эту тему быть не должно. Напомню, в Ниницком округе имеется запас товаров первой необходимости на 51 торговый день, вплоть до открытия навигации. Вместе с тем Михаил Ферин, заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, просят не поддаваться панике и не доверять информации из неподтвержденных источников. Кроме того, распоряжением губернатора созданы горячие линии, куда можно сообщать. Это те люди, кто заболел о своей болезни или о своем прибытии за границу. У нас есть отдел торговли 238-68. Если вдруг кто-то какой дефицит увидел, пожалуйста, звоните, ну мы отреагируем с удовольствием. Я бы хотел, чтобы меньше обращали внимание на те фейковые новости, которые появляются в интернете. Там обычно пишут люди, которые ни за что не отвечают, а просто, так сказать, ажиотаж поднимают и издеваются над населением, придумывая один или другой дефицит. Есть официальные органы власти, которые за это несут ответственность, в том числе за уголовную, и вы всегда найдете у нас правдивый и правильный ответ. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная. Отсутствие товаров первой необходимости не предвидится.